Техника броска и дриблинга, атака, нападение и защита – все это некоторые добольские ребята смогут упомянуть в сочинении «Как я провел лето». 1 июля стартовала первая смена детского баскетбольного лагеря «Нефтехимик» юным спортсменам от 7 до 16 лет. Планируется у нас две смены провести. Первая смена с 1 по 7 июля, вторая смена с 8 по 14 июля. Порядка 70-80 ребятишек примет участие в этом проекте. Приглашены тренеры для помощи. На каждой станции у нас по два тренера работают, достаточно квалифицированные ребята. В проекте задействованы лучшие местные тренеры и игроки баскетбольного клуба «Нефтехимик». Среди приглашенных – наставники из Краснодара и Ханты-Мансийска. Иван Аксарин приехал из Югры, однако сам он родом из Тобольска. Здесь начинал заниматься баскетболом. Здесь и его родители этот спорт преподавали. Потому сейчас особенно интересно поработать с подрастающим поколением в родном городе. Ребята молодцы, очень стараются. Это прямо дай должное. По три тренировки в день и каждый ребенок выдержит. Весь тренерский штаб сейчас работает на то, чтобы дать максимально от себя информации детям. Чтобы у детей увеличился, скажем так, кругозор вообще баскетбола, ну в целом игры. Конечно же, научить какие-то качества технического характера. У воспитанников лагеря тренировки действительно занимают много времени. Однако ребята таким графиком довольны. И для них это возможность не только улучшить уровень игры, но и пообщаться со сверстниками и более опытными единомышленниками. Этот проект очень классный. Мне он нравится. Потому что тут много чего есть. Тут все есть для этого. Мы тренируем бридлинг, тройную угрозу и броски в кольцо. Хорошо. Учать-то мы даже чего-то может не знали, нас этому научили. Однозначно нужны эти тренировки. Почему? Потому что мы уже много прибавили за эти дни в броске, в ведении, в защите. И бодрствовать надо. Не надо целую неделю на диване лежать. В любом случае будет прогресс, но каждый тренер просит от своего ребенка в своей команде по-своему. Мы здесь пытаемся его развить именно индивидуально. Не только в плане техническом, но и эмоционально. Тренировки проходят в Большом зале спортивного комплекса 16-й школы. Проект реализуется на базе учреждения. И при поддержке программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Такого формата впервые проходит. До этого проходило немножко в другом формате. Но мы решили поменять его. Соответственно, посмотрим после окончания, проанализируем, как что получилось, что может быть не получилось. Возможно, улучшит проект и вывести совершенство какого-то. Каждый участник лагеря получит сертификат с индивидуальной оценкой от тренерского штаба. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров. Тобольское время.